Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня у нас в гостях выдающиеся, без ложной скромности, я могу, наверное, так охарактеризовать, ученые-психологи российские. Я начну с дамы. Это профессор факультета психологии Санкт-Петербургского университета Лариса Александровна Цветкова и декан факультета психологии МГУ, профессор Юрий Петрович Зинченко. Это то, что касается гостей, но я должен назвать еще двоих людей, которые тоже в студии, которые не гости, они здесь дома. Это ректор Казанского федерального университета Ильшат Равкадыч Гафуров и профессор Института педагогики психологии КФУ Леонид Михайлович Попов. Здравствуйте все! Приятно пообщаться. И первый вопрос, он носит общий характер к вам, уважаемые гости. Насколько я понимаю, вы прибыли в Казань для участия в пятом конгрессе Российского общества преподавателей русского языка и литературы или как это в традициях русистов изящно называется, РОПРИАЛ. Прекрасно, да, уважаемые зрители? Звучит великолепно. Но сейчас мы не о созвучиях, не об аббревиатурах. Буквально в двух словах, буквально ваше впечатление, в том числе о психологической атмосфере. Потому что впервые, по-моему, конгресс русистов собирается в Национальной Республике, поднимаются вопросы преподавания русского языка, проблемы связанные с этим, русский как неродной язык. Как впечатления от первого дня? Мне кажется, что атмосфера очень теплая. Наверное, как раз здесь и есть пересечение культуры и языков. И несмотря на то, что сама проблематика может быть острой и, может быть, потенциально даже конфликтной, как раз здесь звучит возможность обогащения и культур, и взаимопроникновения культур. И, мне кажется, это правильный такой обертон даже был взят. И как раз самое прекрасное впечатление, мне кажется, что все говорят очень искренне, без каких-то ссылок на возможные неточности. И это как раз располагает. Юрий Петрович, у меня тоже атмосфера теплая. Местами даже, может быть, и острые углы не обходят. То есть, вы хотели сказать накаленные, но удержались, да? Вы меня удержали. По поводу содержательной стороны вопроса, это, конечно, проблемы, что такое государственный язык, что такое русский язык, как государственный взаимодействие, для кого родной, для кого он другой, что такое проблемы двуязычия, на каком языке должны говорить чиновники между собой, на каком языке они должны говорить с народом. Ну, актуально. Ну, очень актуально. И самое главное, что это не на уровне назывном, а на уровне проблематики возможных путей решения вот этих вопросов достаточно непростых. И даже с некоторой статистикой. По поводу русского языка. Наверное. Научный подход все-таки. Да, научный компьютер. Как же без статистики. Ну, и в плане вот эстеблишмента. То есть, когда приезжает президент республики и 40-минутный доклад делает на таком специализированном форуме, это тоже не просто вот знак вежливости или внимания, но одновременно и тоже та проблематика, которая волнует и власть в субъекте федерации. Это очень важно. Ну, это приятно слышать. Дай бог, чтобы все прошло хорошо, продуктивно, на самом деле. Продуктивно и конструктивно, как принято говорить, да. Но конгресс конгрессом, но буквально, вот, насколько я понимаю, два с небольшим или пару часов назад, условно говоря, завершился президиум Всероссийского психологического общества здесь, в стенах Казанского федерального университета. И центральным вопросом этого президиума была подготовка к проведению Европейского конгресса психологов, да, в Москве в 2019 году. А почему в 2019 году? Первый вопрос, очень коротко, если можно. Почему в Москве, я не спрашиваю, но... Нет, почему? Лариса Санна из Петербурга, вы из Казани, там, понятно, кто-то из Москвы приехал здесь. Мы к этому еще вернемся, к казанской семье. Нет, здесь принципиально, давайте поставим вопрос, почему в России? Это пункт первый. Впервые в истории Европейский психологический конгресс будет проходить в России. Почему? Маленькая предыстория. Поэтому есть варианты, когда, к сожалению, политические некоторые моменты и проникают, и взаимоотношения между профессионалами, в том числе и психология, этого не избежала. Мы подавали дважды заявку на проведение Европейского конгресса по психологии именно в России. Там были варианты и с Петербургом, и с Москвой. Это не так принципиально. Принципиально то, что впервые, может быть, вопреки некоторым позициям наших коллег, потому что Европейская Федерация психологических ассоциаций, которая принимает решение о проведении конгресса в той или иной стране, она, ну, к сожалению, иногда это делает с учетом определенных и политических обстоятельств, к сожалению. Поэтому нам пришлось... Извините, пожалуйста, я думаю, даже не всегда, а скорее чаще, потому что я как раз была в Милане, когда принималось это решение, это было очень непросто и очень политизировано. И потом, Юрий Петрович, закончить, я, может, дополню. Да, да. Ну, я так смягчил, Лариса Анна потом заострит определенные моменты. Поэтому здесь принципиально то, что мы впервые проводим это в России, и российская площадка избрана. Самый большой международный форум по психологии проходил в 1966 году в Москве. Это был конгресс Международной психологической ассоциации, ЮПСИС, это самая главная психологическая организация, которая при ЮНЕСКО существует. Вот тогда, в 1966 году. С тех пор, к сожалению, Россия не становилась площадкой проведения международных, а тем более европейских конгрессов. В 2009 году мы вступили в Европейскую психологическую ассоциацию, и тогда обрели возможность проводить конгресс. Международные конгрессы по психологии происходят раз в 4 года, а европейские раз в 2 года. Поэтому это, с одной стороны, честь принимать у себя элиту европейской психологической науки и практики, с другой стороны, конечно, определенные еще и политические нюансы, которые сопровождаются при принятии таких решений. Понятно, спасибо. Вот вы упомянули, что Лариса Александровна из Москвы, вернее, из Санкт-Петербурга, вы из Москвы. Почтенную тоже. Мы тут и сказали. Так вот, к вопросу о Казани. Подготовка к конгрессу европейскому в Москве. Президиум психологического общества проводится в Казани. Я посмотрел повестку заседания, там есть еще некоторые вопросы, в частности, касающиеся Казахстана, включения, по-моему, да, казахского подписания соглашения. Но там в этом заседании ничего не было ни про Казань, ни про Казанский федеральный университет. Хотя я знаю, что Ильша Травкатович выступил с приветственным словом. И, по-моему, тоже от души выступил. Хотел бы уточнить теперь уже вопрос, наверное, и к вам, Ильша Травкатович, и к вам, Леонид Михайлович. Мы в состоянии, наш университет, претендовать на честь, играть какую-то заметную роль в российском психологическом обществе, а может быть и не только в российском. Начнем с вас. Здесь, наверное, единственный в этой студии, кто не занимается психологией профессионально, это я. Все остальные профессионалы. И вот я тоже хотел сказать, но тем не менее, я с этими вопросами сталкиваюсь практически ежечасно, поскольку решение межличностных многих вопросов подразумевает понимание некоторых психологических аспектов по наитию. Если напрямую ответить на ваш вопрос, то должен сказать, что сегодня было не только приветственное школа, то есть выступление, но я ознакомил наших коллег с тем, буквально тезисно, с тем, что происходит в стенах нашего федерального университета. И, в принципе, вы знаете, один из основоположников клинической психологии, профессор Бехтерев, начинал свою карьеру именно в стенах Казанского, тогда еще императорского университета. Мне очень приятно об этом сказать, что я долгое время работал в городе, поблизости которого и родился, Бехтерев. И в то же время эти вопросы сегодня ушли как бы на второй план, уступив место в большей части вопросам педагогической психологии. И мы обговаривали сегодня возможные различные варианты для совместных проектов, с учетом того, что Казанский университет сегодня имеет достаточно большую клиническую базу. И есть люди, которые готовы в этих проектах участвовать. Более того, и Юрию Петровичу было отмечено в своем выступлении ответным, что как классический университет, где представлены различные предметные области, мы бы могли получить от такого взаимодействия хороший синергетический эффект, поскольку к этому вопросу могли подкрутиться наши физики, лингвисты, психологи, врачи. И я думаю, в этом направлении мы будем работать. Более того, возможно, что на следующий год вот Сиротийский форум психологов, по крайней мере, мы предложили провести на нашей площадке, чтобы еще раз спозиционировать наших ученых, профессионалов, занимающихся, предметно занимающихся этими вопросами, увидеть среди особенно молодых наших коллег и дать им возможность проявить свои амбиции. В то же время, во время проведения различного роста форумов, круглых столов, конференций, иногда достаточно спонтанно возникают очень интересные проекты, поскольку для того, чтобы что-то возникло, надо встретиться, посмотреть глаза друг к другу и понять, чем мы можем дополнить друг друга. И если говорить и о московском, и санкт-петербургском университетах, то немножко заглянуть в нашу историю, мы увидим, что не только проекты, но и люди связывали наши психологические школы. Профессор Лори с московским госуниверситетом, только что его вспоминаемый, профессор Бехтерев с санкт-петербургским университетом. И у нас есть достаточно хороший контакт. Вот это очень хорошо, и что есть история, да, история значительная, богатая, конкретные связи, конкретное взаимодействие научных школ. Но, если позволите, Леонид Михайлович, я хотел бы уточнить. Вот, допустим, этот конгресс, о котором Ульчат Равхаджи упомянул, состоится в России на будущий год. Что мы можем предложить... Съезд в Казани, да, съезд. Что мы можем предложить, кроме воспоминаний об истории? Ну, я думаю, что вот надо вернуться к прежнему вашему вопросу. Почему здесь произошло вот это событие, президиум российского психологического общества? Я думаю, прежде всего, это высокий уровень доверия к психологам, которые работают здесь, к университету, к его статусу сегодняшнему. И интерес состоит, наверное, еще в том, что вот в Казанском университете с давних времен, уже не буду перечислять фамилии, был один очень важный принцип заложен в развитии психологии. Пусть это Бехтерев будет все-таки. Принцип единения теории и практики. Понимаете, вот в казанской психологии всегда следовали этому подходу. И вот когда сегодня Юрий Петрович заговорил о возможном восстановлении психологических служб в школах, в институтах, надо обратиться к практике, что у нас в университете психологическая служба существовала в 70-е, 80-е годы. И тогда к нам приезжали, ну, я скажу, конечно, от многих российских центров поучиться тому, как начинается все это, как происходит психодиагностика, как идет работа со студентами. Я думаю, что в этом плане мы по-прежнему еще интересны психологическому сообществу, которое соберется, дай бог, допустим, в 17-м году на территории Казанского университета. И нам будет есть что сказать. Одно маленькое уточнение, если позволите. Речь идет о психологической подготовке преподавателей и педагогов? Не совсем так. То есть мы изначально никогда не ставили цель в рамках специальности психологии ориентировать только на подготовку педагогов. Старались с самого начала расширить пространство выпуска до силовых министерств, до банковских структур, до некоторых фирменных образований. Понимаете? Потому что... Истяников тоже нет. Да. Нет, они забуриваются спокойно. Потому что это гораздо более широкий выбор, куда можно уйти потом. Потому что школы всегда, образования, предоставляли слишком малые возможности для реализации психолога. слишком малые возможности. Ведь это печально, что малые возможности представляли. Потому что, судя по тому, что происходит в школьном образовании, во взаимоотношениях, мы беседуем через день после дня учителя, да, на следующий день. И даже сегодня, сегодня, да. Сегодня же мы в день учителя беседуем. Тем более. И мы же видим все больше и больше примеров, мягко говоря, странных, немыслимых, какие-то 20-30 лет назад отношений между учителем школьным и классом, так называемыми воспитанниками. И проблема не уменьшается, она только растет. Здесь вот эта практическая психология, здесь может Институт педагогики и психологии Казанского федерального университета или какие-то другие вузы предложить? Или, может быть, уже предлагаются какие-то конкретные решения? Что-то же с этим надо делать? А я как раз хочу поспорить. Мне кажется, что школа – это очень хорошее место и пространство для возможности реализации психологической науки в том числе. Там можно говорить о взаимоотношениях, которые возникают между детьми, между детьми и взрослыми, между психологическими... Учителями и родителями. Учителями и родителями. И как он выстраивает отношения в организации и так далее. Мне кажется, школа как раз очень хорошая вот такая модель. И если мы комплексно к этому подойдем, то... Я согласен с вами, Валюшина Александровна. Но вот на моей истории, когда возникло движение психологов в школу, была трудная ситуация в Казани. Это были 80-е годы. Ну, Валюшина Александровна, наверное, знает, это группировочное движение. И неожиданно в нашем министерстве созрело мнение. Все-таки давайте психолога в школу поместим. Все-таки он каким-то образом будет препятствовать этому движению. Потом чуть-чуть эта ситуация затихла, и первые, кто вылетел из школы, это были психологи. Ну да. Теперь снова возвращается ситуация, когда новый министр, допустим, осмысливая всю ситуацию, и говорит, давайте снова вернем психологов. Вы имеете в виду сейчас, извините, федерального министра Васильева? Да. Это прозвучало сегодня во время РПО. И нам-то интересно, чтобы это было не разовое событие, это было длительное событие, перспективное событие. И тогда, конечно, мы ставим во главу угла, допустим, психолога, как человека, который поможет во взаимоотношениях ученика и учителя, ученика и родителей, родителей и учителей. Тут пространство огромное просто, конечно. Мы как раз говорили не только о психологической службе в школе, но шире, да, о психологическом сопровождении системы образования, начиная с рождения человека и заканчивая непрерывным образованием на протяжении жизни. И если... Одно мы не закончили. Если есть, например, для того, чтобы быть... Для того, чтобы быть инженером... Для того, чтобы быть инженером, надо учиться и готовиться не менее пяти лет, а то и более. А для того, чтобы быть родителем, да, не надо вообще учиться никогда и ничему. Это же абсурд. А что может быть интереснее, сложнее, ответственнее, чем вырастить человека? Да, и как раз те знания новейшие, которые позволяют... которые уже получает психология, и междисциплинарные какие-то науки с участием в психологии, как раз позволяют сопровождать человека на протяжении его жизни. И чтобы не возвращаться, можно к теме уже дополнить. Все же хотят. И вот последнее слово, если можно на эту тему. Речь идет не о том, чтобы из учителя сделать психолога, а речь идет о том, чтобы поднять психологическую культуру учителя. Вот вы же говорите, как журналисты, вот насколько медиаграмотность в населении присутствует в той или иной степени, в той или иной форме. Также... Она и у журналистов-то в небольшой степени присутствует. Ну, это с деканами журфака вы обсудите. А вот мы же про другое. По поводу того, насколько компетенции учителя позволяют ему реализовать в классе, в школе, в своей воспитательной, повседневной работе, как бы скучно слово воспитательное не звучало, те психологические технологии, которые позволяют ему выполнить свою работу. То есть ребенок, с одной стороны, должен что-то освоить, чему-то научиться, поэтому как удержать внимание, как сформировать мотивацию, как удержать интерес. Это те технологии, вот вы говорите, а где эта практическая психология? Она есть. Вопрос, в каком объеме, в какой форме и насколько она усваивается учителем в процессе его подготовки в педвузе сейчас. И насколько вот это можно через институт повышения квалификации тоже реализовать. Мы не переделаем же мы вчерашнего учителя. То есть вот этот момент о поднятии общепсихологической культуры как внутри школы, так и вне школы. Это же касается родителей. Мы же привыкли, школа воспитывает, учит, все на нее навесили. Родители же тоже к этому имеют некоторое отношение к своим детям. Мягко говоря, да. Ну вот. И, Петрович, золотые слова, но вот вы упомянули, ну, собственно говоря, последние минут пять, наверное, мы говорим о психологической подготовке, педагогов, об уровнях и так далее. Мне пришлось сегодня разговаривать с коллегами, тоже с телевизионщиками. Они задали такой вопрос вот по поводу качества не психологического, а общекультурного, назовем это так, да, качества учительской среды. Вы, наверное, слышали историю недельной там давности, по-моему, в Новосибирской области или, собственно, в Новосибирске. Учительница предложила шестиклассникам или там семиклассникам разучить, как это называется, Владимирский... Централ. Да, совершенно верно. Любимую песню. Ну, да, да, да. Не будем называть авторов. Понятно, что... Я просто подумал вот в пору, когда я учился в школе, да, я думаю, каждый из присутствующих, когда учился в школе, вот в страшном сне невозможно было представить, чтобы учитель или учительница, да, попробовала с классом разучить мурку в кожаной тужурке, который там... Тем не менее, мы знаем это. Я во всяком случае помню эту песню. Но в школе этому не учили. Так вот, речь-то уже ведется или нужно ввести не только о психологической подготовке, сколько об общекультурном уровне. Какая может быть психологическая подготовка, если общекультурный уровень стремится к нулю? И, в связи с этим, один небольшой вопрос к вам. Я изучал ваше досье, ваши научные интересы. И знаете, на что обратил внимание? Что вы, помимо прочего, занимаетесь так называемой превентивной психологией. Можно популярно для наших телезрителей объяснить. Я понимаю, превентивные какие-то действия в случае конфликта государств, межгосударственных, еще что-то. А превентивная психология это что такое? Человек еще не созрел, а ему превентивно уже психологические какие-то установки даются? Нет, это не совсем так. И сегодня, раз уж мы начали с части, связанные с русским языком, нас призывали использовать русскоязычные какие-то аналоги. Так вот, это профилактика. профилактика, превенция или профилактика в широком смысле слова. И очевидно, что в любой сфере это экономически даже выгоднее что-то предупредить, нежели потом с последствием разбираться. Соответственно, область моих интересов как раз связана с тем, как можно предупредить, например, рискованное поведение. Разные виды рискованного поведения, особенно такого уже аддиктивного, то есть зависимого поведения. и это тоже, мне кажется, связано с тем, о чем мы говорили чуть ранее, с системой ценностей и с какими-то такими ориентирами, как вообще происходит становление личности молодого человека, какие институты социализации начинают, семьи, школы, государства в этом принимают участие или не принимают. И тогда кто их заменяет и с чем мы сталкиваемся потом. Так вот, как раз я говорю о том, что если как раз к этому относиться внимательно, то мы, вернее, даже сейчас я бы сказала, что у меня более широкий такой ракурс формировать не только какие-то способы или изучать факторы, связанные с превенцией или профилактикой рискованного поведения, но и с формированием просоциального поведения такого в обществе. И, собственно, на протяжении 21 века я как раз проводила такие исследования, они или там основу моей докторской диссертации монографии, связанные с изучением фактора как риска аддиктивного поведения или зависимого, связанного в первую очередь с потреблением наркотиков или табакокурением или алкоголизацией в первую очередь среди молодежи и подростков. И с другой стороны, что же может препятствовать этому, да, и как раз вот такое просоциальное поведение или нормативное, или устойчивая профессиональная там зрелость и направленность, то, чем в широком смысле можно заниматься, как раз является очень хорошими факторами такой превенции риска. И это всегда, это часть психологической работы, то, чем можно заниматься в школах, ведь это тоже не секрет, как выбирают у нас молодые люди профессию. Это сказали родители, друг, рядом институт и так далее. А потом, когда ты сталкиваешься с тем, что ты вообще идешь не по своему жизненному пути, как ты с этим будешь справляться, если нет рядом профессионального психолога, да, вот начинаются деструктивные пути. Так вот, это широкий такой спектр, да. Очень широкий. Александр Рокатович, я хочу к вам обратиться с одним вопросом, практическим. Я с большим интересом Ларису Александровну послушал о превенциях, профилактике и спектр. Лариса Александровна, ради Бога, только не обижайтесь на меня, я почти безройне говорю, вы 12 лет возглавляли Елабугу и Елабужский район. Как там было с превенциями, вот с вашей точки зрения, вот тенденция развития, на ваших глазах фактически 17-летние стали 27-летними, 30-летние стали 45-летними, и уже 6 лет вы возглавляете университет. Я позволю себе пошлость сказать, да куда катимся, что? Как бы вы оценили вообще состояние, вот тенденции развития, вот мы социализируемся, приходят молодые люди социализированные уже, или они все больше о социальных личностей, что происходит? Вы знаете, общество меняется достаточно динамично, то, что было запрещено вчера, сегодня разрешено, мы же видим, какие требования иногда оказывает Евросоюз для вступления новых членов в свое общество. И все нужно соизмерять с тем периодом, в котором мы жили и в котором живем сегодня. То есть в 90-е годы были одни проблемы, и одни были вызовы. Сегодня совершенно другие проблемы, хорошо, что проблемы на другом совершенно уровне. В те годы, если вы помните, 90-е, начало нулевых, людям государство даже не способно было выплачивать своевременную заработную плату и исполнять свои обязательства перед нашими пенсионерами. И в это время, конечно же, работа на принципах превентивных, она привела к тому, что в обществе не разгорались какие-то гражданские войны на нашей территории. Вы помните ситуацию, когда в 90-е годы даже на территории Татарстана были достаточно большие выступления на национальной почве, какие требования были и какие выступления сегодня. То есть сегодня в основном обсуждается за круглым столом те или иные проблемные вопросы сегодняшнего дня, и они обсуждаются достаточно конструктивно и всегда, что радует, приходится к одной точке зрения. Вот сегодня в обществе в целом по стране есть либеральная группа наших экономистов, есть группа другая, и они зачастую не могут найти общий язык, поэтому идет, мне кажется, иногда принятие таких решений в угоду либо одной теории, либо другой. Мы, по сути, разрушили в свое время теоретическую экономику, и сегодня, то есть мы ее разрушили искусственно, подразумевая, что мы способны скопировать то, что есть сегодня за пределами нашей страны, на Западе прежде всего, и это насаждалось, совершенно не давая отчет, что при этом уровень общества должен быть тоже готов воспринимать те ценности, которые есть. В этом подходах, конечно же, вот превентивные методы, они являются в какой-то степени сдерживающими от резких конфликтных ситуаций. Мне так кажется, как человеку, в общем-то, прошедшему эти этапы. И точно такая же ситуация была в университете, когда, представьте, шесть университетов со своим корпоративной культурой, привычками, значит, вдруг стели в один котел. То есть, было похоже, вот вы сегодня как бы даете разные как бы сравнения. Вот представьте, хозяйка на кухне готовит суп. Одна готовила борщ, другая щит, третья уху, четвертый там, еще что-то. И вдруг все это стели в общий котел, подали на стойло, говорят, ну, как вам нравится это новое блюдо. Поэтому вот примерно такая ситуация произошла в 10-м году с нашими вузами, которые объединились и составили основу Казанского федерального университета. И мы очень много времени проводили в дискуссиях, в обсуждениях. И за некоторые принятые решения меня даже критиковали, что мы не сразу сделали так, как сделали потом. То есть, ну, в частности, когда было совершенно очевидно в самом начале, что нужно формировать один институт экономики, управления и финансов. Мы в свое время сделали два института, исходя из того, что Казанский финансово-экономический институт долго существовал самостоятельно, сложилась собственная культура. И у нас даже система отчетности была совершенно разная у всех. Поэтому через два года мы их опять объединили. То есть, мы вынуждены были их объединить, но это произошло, когда уже вот многие решения были приняты, когда пришло понимание, что нужно делать. И вот заданный вопрос, я понимаю именно так, что иногда нужно просчитывать, моделировать те процессы, которые могут возникнуть, и моделировать те результаты, которые могут произойти. Без этих вещей совершенно нельзя управлять сложной системой. У нас ведь невыстроенная жесткая вертикаль. У нас профессора и преподаватели все, они избираются на пять лет, деканы избираются, заведующие кафедры. И это похоже на команду, сейчас много сравнивают со спортом, на команду профессионалов, когда каждый играет сам на себя. Каждая звезда? Да, каждая звезда. И вот здесь приходилось проводить очень много, я не скажу, вот если подняться и посмотреть, похоже, что эти встречи могут рассматриваться как пустые обсуждения совершенно понятных вопросов. Это тоже очевидно с сегодняшней точки зрения, когда прошло пять-шесть лет. А это тимбилдинг был, оказывается. Ведь люди смотрят на структуру новую, ту, которую мы предлагали, и говорят, да, структура хорошая. Но когда видят, что в этой структуре он лично не вписывается, говорят, структура вообще никакая, это самая плохая структура, которую я только видел. Поэтому мы пошли по пути, когда сам коллектив формировал эту структуру, и ректорат только выступал в качестве экспертов, либо зачастую в качестве экспертов выступали приглашенные этим же коллективом людям. Мы говорили, вы этих людей считаете за профессионалов? Говорили, да. Тогда говорим, давайте им дадим слово. И причем в эти квадратики мы не вписывали фамилии. И таким образом... Правильный психологический подход к управлению сложной социальной системой. Вот смотрите, да, да, да. Но вот здесь, из того количества примеров, которые сейчас Ильша Травкадыч привел, и до этого вот Леонид Михайлович упоминал о казанском феномене, об этих группировках, все-таки, что первично, да, вот, ведь возникает ощущение, что вот социологов, почему мы, мы же социологов всех хорошо знаем в обществе, да, потому что то и дело публикуются их опросы, их результаты, их предсказания. Уже половина, половина населения уже понимает, что это социология не результирующая, а воздействующая, что таким образом у нас пытаются сформулировать... Исходя из того, что мы всегда хотим быть на стороне победителя. Сбывающиеся ожидания, да. Тут психологический элемент есть, конечно, тоже, вне всякого сомнения. Так, социологи у всех на виду, у кого-то уже как мозоль, да, вот прям-то. О психологах такого не скажешь. Почему? Ну, не на виду. Ну, не на виду. Мне кажется, в чем-то есть некоторый страх. Да? Почему? Потому что вот один из моих студентов, это было лет 10 назад, проводил опрос, как население воспринимает психолога, да, чем отличается психолог, психотерапевт, психоаналитик, психиатр. Трудно разводятся эти все понятия, нет четкого представления. То есть вот мы как раз и российское психологическое общество, одна из задач, это формировать психологическую культуру и грамотность населения. Для чего? Для того, чтобы, ну, во-первых, понимать функцию, функционал, чтобы не было какого-то страха или даже в чем-то стигматизация. Вот это есть. Как относятся к психиатрическим больным? Это же тоже присутствует, да? Ну да. То есть на самом деле это не простой вопрос. Да, вот как социальная система. То есть мы о психологии к психиатрии потихонечку сдвигаемся? И потом, и можно здесь... Нет, это как раз надо развести. Да, да, вот именно. Психолог все-таки взаимодействует, сопровождает здорового человека, психиатр. Это специализация медицинской профессии. Вот я хочу просто напрямую, может быть, попытаться ответить на этот вопрос. Потому что когда у нас все хорошо, мы к психологам практически не обращаемся. И к психиатрам тоже. Мы к ним начинаем обращаться, и когда чувствуем возможность даже возникновения какой-то проблемы. Либо с нами самими, либо с нашими детьми, либо еще что-то. Но так сложилось в обществе. И это тоже психология человека. И это тоже, когда все хорошо, в суд не идет. Суд начинает люди ходить, искать адвоката или юридического консультанта, тогда какие-то возникают юридические проблемы, и их нужно решить. И мне кажется, все-таки, что, вы правильно совершенно сказали, у нас не сформировалась общая культура восприятия тех или иных и профессий, и отраслей в целом. Вот в связи с этим. И потом психологи, по сути, не являются такими медийными фигурами, предсказателями. Ведь у нас и социологи тоже. Мы знаем только тех, кто постоянно мелькает на телеэкранах, в средствах массовой информации и так далее. В связи с теми или иными политическими событиями, выборами, прогнозами нашего будущего. Вот мне вчера пришли и задали вопрос. Как вы видите модель нашей страны в 2020-2025 году? Хорошо бы увидеть прогноз бюджета, который мы пытались сформировать на три года. Мы опять перешли на годовое формирование бюджета. А это ведь очень две связанные вещи. Потому что без ресурсов нельзя реализовать какую-то программу, проект, модель построить. Мы можем мечтать о чем угодно. Вот в связи с этим, наверное, есть определенный минус в любой профессии, когда мы о ней мало рассказываем обществу. мы уже вот сделали в университете вечера науки. Назвали про науку, когда каждый квартал университет открыт для общества, для обывателей, которые никогда, может быть, в обычное время не зашли бы в университет. У нас открыты все лаборатории, везде читаются лекции. Это вот по типу ночь музеев, а у нас все учебные кампусы открыты. И наши ведущие, либо приглашенные профессора рассказывают, что такое продукт СГМО, это хорошо или плохо, что такое генетический анализ, и рассказывают о физике, рассказывают о химии, рассказывают о преимуществах изучения тех или иных языков. Экономисты дают прогнозы, задают разные вопросы, какова будет цена нефти, и она формируется политическим образом, либо это спрос и предложение. Поэтому вот, а это не задают вопрос, для чего вы это делаете? Это чисто популяризация самого университета, чтобы не говорили, что вот такая махина сидит на бюджетных деньгах, кушает и ничего обществу не дает. То есть мы, и тем самым, вы знаете, очень много людей приходит. Вот я думаю, вот в отношении того вопроса, или прокопича, который вы задали, нам нужно просто привыкнуть, что психолог, он должен сопровождать нас тоже по всей жизни. То есть мы должны свои действия соизмерять с теми принципами, которые психологическая наука как бы дает. Мы же потеем, когда идем на экзамен. Психологи в МЧС, это же неотъемлемая часть любой спасательной операции. Ну и теперь, даже когда детки издают ЕГО, тоже являются уже неотъемлемой частью их подготовлены. Стрессовые ситуации. В том, что касается МЧС, я даже не знаю, кто важнее, психолог, психоаналитики. Но это так уж, к слову. Общий вопрос к вам, к гостям, к вам. С вашей точки зрения, вот буквально, если можно сформулировать в двух-трех словах, вот Александр Авкадыч упомянул о ресурсах, что без ресурсов, в общем, ничего, ресурсы нужны для всего, для жизни, в конце концов. Насколько взаимосвязана психологическая устойчивость личности и, например, ее материальное или социальное благополучие? Есть прямая какая-то корреляция или это вовсе не обязательно? Наверное, одной устойчивости недостаточно. Нужно еще быть какой-то потенциал, который я развиваю, определенная мотивация. Ну, психологическая устойчивость как база для развития иногда, я так уточню. Это зависит? Зависит? Ресурс одного будет или финансового, или материального точно недостаточно. Должно быть желание, должна быть мотивация и должны быть определенные действия, которые к этому приводят. Но если мы разложим, есть цель, есть возможности, есть результаты, есть задачи, которые я ставлю, которые знаю, как решить, тогда вот степень рационализации, исходя из той реальности, в которой живу, приведет меня, скорее всего, к успешному результату. Если вообще обратиться, например, к данным исследований, например, связи материального благополучия и психологического благополучия, да, там, но они проводились в Северной Америке, в них принимали участие разные штаты и Канада, так вот там как раз и такой комплексной работой занимался Дэниел Каннаман, он один из немногих психологов лауреат Нобелевской премии. Правда, по экономике, просто по психологии нету пока, но если мы будем заниматься... Ему придумали экономическую премию. А если мы будем заниматься прикладными вопросами, безусловно, получим в разных областях. Вот ему удалось в области экономики. Ну вот последние, скажем, ну даже полторы декады, весь 21 век он занимался этими исследованиями и как раз получил такие статистические достоверные факты, что до определенного уровня есть непосредственная связь между психологическим благополучием и материальным достатком. Потом наступает плата, а потом обратно. То есть в каком-то смысле не в деньгах счастья, это правда. То есть там мы видим до определенного уровня, да. Но в каком-то смысле, ну как вся наша жизнь, это такие связанные вещи, да. То есть и если даже говорить о каких-то неблагополучных социальных группах, то очень часто к ним относятся те, у кого недостаточно ресурсов или те, у кого их избыточно. Поэтому вот это размышление о некотором оптимуме... Стародавнее, крайность исходится, да, по-прежнему. Можно выиграть тот, кто сумеет запустить компенсаторные возможности свои. То есть если у меня чего-то недостает в какой-то области, я могу воспользоваться тем, что у меня присутствует... Это должно произойти в результате усилия моей собственной воли. В результате чего? Вот откуда берутся эти компенсаторные способности? В результате вашей социализации, в результате научения в школе, в университете вас же обучают как специалиста, вас обучают как человека, который живет в реальном мире. То есть вот в результате обучения я буду иметь вкус к жизни. Вкус к жизни это даст мне возможность преодолеть некие неблагополучные... Вопрос в вкус какой жизни? Либо мы будем вкусы из общества... Рожевать. Нет, ну вот правда. Либо мы вот эти вкусы берем и систему ценностей из общества потребления, либо вот все-таки мы ближе к обществу созидания, которое там 70 лет можно его по-разному там характеризовать и так далее. Но в конечном итоге все сводится именно к системе вот того, что я ставлю в какой-то красный угол и к чему стремлюсь и с чего исхожу. И какая там икона. Да, я бы добавил, что очень многое зависит от самоощущения удовлетворенности жизнью. Понимаете, вот я согласен, что до какой-то степени материальные как бы являются движущей силой в устойчивости психологической. Ну вот простой пример, не как профессионал скажу, что для того, чтобы человек как-то жил, нужно удовлетворение первых необходимых потребностей. Да, это жилье, еда, одежда. А дальше, и как бы когда это все есть, идет самоощущение всего. Что у тебя все хорошо, ты получаешь удовольствие от этого. А представьте, когда у вас денег очень много, ты начинаешь задумываться, чтобы эти деньги вообще не пропали. И как-то их вложить, как инвестировать для того, чтобы сохранить и еще приумножить. И не давая себе отчет, до чего такое резкое приумножение тебе нужно. Поэтому очень много в истории примеров, когда очень богатые люди не оставляют свое наследство, то есть свое средство по наследству, дарят их либо университетам, либо благотворителям фондов. Вот как раз вы говорили о Нобелевской премии. То есть, это один из примеров такого. Откуда она взялась, да? Гарвардский университет так был сформирован и создан на личные пожертвования. Сегодня и в нашей стране много таких людей, которые просто жертвуют для того, чтобы так или иначе увековечить с одной стороны фамилию собственную, и с другой стороны, как мне кажется, они хотят освободить своих детей и внуков от тех обязательств, которые они сами имели, и они оставляют им ресурсы для достатка. но поэтому вот поэтому этот исследователь, он не зря получил Нобелевскую премию за по экономике, потому что это, понимаете, это жизненный цикл любого товара, да, вначале он выходит на рынок, потом выходит на плато, потом и цикл жизни, цикл жизни и человека. Мы растем, стагнируем, как, правда, стабилизируемся, как угодно, и дальше биологическое существо умирает. У некоторых жертвователей есть еще и третий мотив, насколько я понимаю, замолить грехи. Ну, когда они отдают большие деньги, да, вот, уже вот, вот, у нас есть перечень тут жертвований 90-х знаменитые годы эти, как их там лихими сейчас называют, кто и на что жертвовал и почему жертвовал, да, все-таки вот что-то такое оттуда иногда давит, да, на психику, на психологию человека. проявите, это тоже психологическое восстановление, психологическое устойчивость, да, что тебя кто-то простит. Да, да. Это психология немногих. К сожалению или к счастью? К сожалению. Нет, к счастью, конечно. Потому что вы спрашиваете о каких-то массивах людей, и вот мне хотелось бы сказать, ведь не случайно возник интерес к отдельному человеку, когда у нас вот большие лозунги утратили свое значение, не случайно наряду с двумя ведущими вузами, где только были в 60-е годы открыты университета, вдруг начался рост образовательных структур по психологии. Вот я анализировал, почему, говорю, люди, студенты приходят на психологию, внешние атрибуты закончились, внешние цели какие-то ушли, и вдруг возникла новая цель. Я хочу узнать сам себя для того, чтобы встроиться в этот новый мир. И вот это движение к самопознанию, к самовключенности, к самоизменению привело очень многих людей. Вот мне хочется сказать, что раньше почему не возникало многих психологических проблем? Люди стремились к одной потребности выжить, осуществить как-то себя, и все. Сейчас возникло общество высокого уровня потребления и насыщенности всем. И поэтому возникло новое желание к наслаждению всем, что тебя окружает. Тебе предоставляются разные возможности. Отсюда движение к наркомании, отсюда движение к очень рискованным каким-то действиям. Вот гедонизм каким-то образом у части населения переходит к наркоманию. Ну как это так? Ну наслажайся жизнью, в конце концов. Ну мало ли, мы знаем гедонистов. А вот тут и психологи у нас и президент гедонистов. Ну что теперь делать? А тут Лариса Анна вам не досказала про Нобелевского варианта, про Канемана. Да, это же вот часть правды только. А там еще у него были исследования по поводу... Нет, просто не успела еще. Часть исследований касались еще поведения человека в ситуации неопределенности и самое главное каким образом он осуществляет выбор. Так вот по исследованиям Канемана, это я не говорю, что мы с Ларисанной можем эту точку зрения разделять, что большая часть принимаемых решений она иррациональна. Да. И страх потери доминирует. Поэтому мы вас разочаруем. Ну не мы, а Канеман, наверное, больше. Ну на большой статистике. Канеман не способен меня разочаровать, вы знаете. А мне еще хочется поддобавить про ресурсы, коль уж мы... Ну вообще это очень интересно про иррациональность. Да, в системе образования, что мощным ресурсом для человека, для того, чтобы справиться вообще со сложностями, это как раз является сам институт образования. Да, он дает тот самый мощный ресурс. И поэтому вы задавали этот вопрос. Да, спасибо. Мы довольно долгое время уже беседуем. Психологическая усталость может накопиться у телезрителей. Давайте, если вы не возражаете, будем потихонечку сворачивать тему. Хотя, понимаешь, тема чрезвычайно важная и безбрежная, пожалуй, что... У меня вопрос с маленькой-маленькой долей то ли зависти, то ли лукавства. Я почитал и выяснил, что... Подсчитал, вернее, что вы являетесь редактором, я так понимаю, научным редактором 14 научных журналов, один из которых издается на английском языке, и вошел в Web of Science, если мне не ошибаюсь, и в Скопус, да, в две... Даже в топ-50 Скопусе. Даже в топ-50 Скопусе. Один и единственный, я правильно понимаю, в России такой журнал по психологии? Ну, пока, да, вот. Пока. Ну, мы о пока говорим. Пока не будем. Так вот, двойной вопрос. Как вы умудряетесь быть редактором 14 изданий, как журналист, спрашиваю, я и редактором был, я понимаю, что это такое. И как вот один из редактированных вами журналов дошел до жизни такой, что он оказался в топ-50 ну, мировых рейтингов, назовем это так, для упрощения. Ну, сначала ответ на лукаво завис. Давайте, да, да, да. Значит, каким бы человек ни был, там, главным или редактором, в каком количестве изданий, первое, наверное, это вопрос командообразования. То есть, один ничего не сможешь, один в поле не воин, и одному с современными задачами, скорее всего, не справиться. Не знаю, Лариса, сам тут меня поддержит. Но визу вы ставите перед публикацией? Так вот, я же даже скажу же. Да, да. Так вот, основная задача не самому сидеть и править эту статью, а организовать деятельность так, чтобы вот этот журнал жил, чтобы он был полезен для науки, чтобы его признавали коллеги не только в России, но и за рубежом. И вот тот журнал, про который вы говорите, это «Психология в России» на английском языке, а и предыстория была очень простая. Это вот так получилось, что мне оказали большое доверие, мы с Ларисанной были на съезде, и меня избрали президентом Российского психологического общества. Это был 2007 год. И вот, ну, избрали почетно, декан факультета психологии Московского университета. Ну, а вот, чего могу сделать и чего нужно было бы сделать? 2008 год следующий. Международный психологический конгресс в Берлине. Российское психологическое общество на определенный период времени не вело такую активную международную деятельность. И вот мы собираем большую делегацию в Берлин, и нужно же еще, кроме людей, которым там нашли деньги на командировки, причем это не только Москва, не только Санкт-Петербург, идея была вывести всех ведущих наших психологов туда. Ну, а те, кто не могут доехать, чего от них? И мы тогда сделали первый ежегодник, на английском языке выпустили сборник и назвали его «Психология в России. Современное состояние» на английском языке. И тогда собрали работы всех наших ведущих, выдающихся психологов с их последними результатами, их научных исследований. Получилась такая, достаточно толстая книжка, в толстой обложке. И вот наши некоторые аспиранты и студенты, и Лариса Санны тоже, привезли это просто в рюкзаках в самолете в Берлин. Там таможню мы как-то хитро сумели пройти, чтобы с нас там не взяли. Ну, если мы слишком большой тираж, то вы что, торговать везете? Мы привезли это и раздали как раз. Ну, думали, ну, приедут эти русские, опять там что-то. Вот это, как ни странно, вот это разлетелось, как горячие пирожки. То есть, вот, что называется, опыт удался. На следующий год мы сделали, уже следующий, он был еще более толстым. И до 2012 года у нас как раз издавался вот этот ежегодник, куда лучшее из достижений как раз помещалось на английском языке. Конечно, нужно было подтягивать уровень английского. Конечно, там не все были готовы свои труды перевести. Ну, вот таким совместным трудом это все было реализовано. И вот 2013 год нас приглашают войти в Скопус. Издательство «Элзивир», которое держит систему Скопус, предложило вот журналу попасть туда. Ну, а вот с января уже этого года мы вошли не просто в русскоязычную часть «Web of Science», а в настоящий индекс цитирования, который для всех в мировых журналах там присутствует. Мы тоже индексируемся в «Web of Science». Так я к чему это так долго рассказываю? Один бы никогда бы не смог, так и там, неважно, 14 журналов или сколько. Главное, чтобы был вот этот коллектив, так же, как телевидение. Это абсолютно командная работа. Поэтому вот самое главное объединить всех одной целью, попытаться найти ресурсы, как административные, так материальные. Ну, и самое главное, есть общая цель, есть общая задача. И самое главное, за спиной же большая история. 1885 год – это год основания психологического общества в стране. Поэтому, ну, как-то даже за державу обидно, и за Россию тоже, и за всех психологов в ней. Ну, почему же вот мы не можем? Мы просто обязаны быть достойно представлены на международной площадке, как на европейской, так и на мировой. Ну, раз вы в топ... Может, чуть-чуть пафосно, но вот что-то же должно было двигать больше, чем просто какие-то... Раз вы в топ-50, значит, научное сообщество фактически получили признание у международного научного сообщества, дело ведь не только, собственно говоря, в скопусе как таковом, или там веб оф сайенс. Ну, идея-то была не сколько там играть в эту игру. Есть, конечно, можно цель поставить. Вот ректоры знают, когда нужно дорожную карту выполнять по веб оф сайенс, по скопусу. Знаю, знаю. Да, эту задачку тоже параллельно решали. Но она стала уже потом... По бочным продуктам, можно сказать, да? По бочным продуктам, да. Вначале-то не из-за этого начинали, а начинали вот именно сутевой проект. Тем не менее, участие в вашем журнале, он по-прежнему в формате ежегодника выходит, как я понимаю? Нет, он теперь выходит четыре раза. Четыре раза, то есть квартально, да. А участие платное? Нет. Нет, вы не берете денег за... Мы не берем денег. К сожалению, он сейчас более для нас затратный. Почему? Потому что редактирование ведется носителями языка. Это у нас два носителя. Петрович, можете подробности не опускать. Я думаю, вот молодым ученым интересно было услышать, что вы не берете денег за публикации. Теперь остался... К сожалению, только тратим. Теперь остался сущий пусяк. Леонид Михайлович, кто-то может из ваших коллег или вы вообще из Казанского университета претендовать на публикацию в таком авторитете? Разве не было публикации? Нет пока. Я думаю, вполне можем, да. Так почему бы не попытаться? Тем более, что вот мы сейчас на одной площадке, все хорошо. Все. Ваши слова и присутствие Петровича в день в самый раз. Спасибо огромное всем. И у меня в заключении один вопрос по очереди, если можно ответить. Может быть, Татьяна Александровна с вами, с вас начнем, как с дама, да? Вот существует такое выражение психологии победителей, да? Широко распространенное выражение. Чтобы там то-то, то-то вот надо обладать психологией победителей. Мне пришло на ум другое выражение психологии лидера. С вашей точки зрения они отличаются вот сущностно? И какое словосочетание вам ближе? Психологически? Ну, не знаю. Наверное, мне ближе к психологии лидера, потому что есть такая теория. Я социальный психолог, и лидер – это продукт такого социального группового взаимодействия. Я более-менее понимаю, как это происходит. Я думаю, что у лидера есть своя, наверное, психология победителей. Я просто этим не занималась. Но то, что есть определенные группы динамические, психодинамические параметры в социальной группе, которые и формируют лидера, и он формируется с какой-то предиспозицией, предрасположенностью определенных личностных черт, даже психофизиологических и клинических, это очевидно. Поэтому, да, безусловно, это и есть. Это описано в разных моделях, теоретических подходах. Это научный факт, я бы сказала так. Как говорят в обиходе, медицинский факт. Ну, в данном случае, научный. Красавец, Елена Петрович. Вы мне дали подсказку. Я по происхождению клинический психолог, и вы про медицинский факт, да. Так вот, я бы, Лариса Санна, во многом бы поддержал, но в то же время и пополемизировал бы. Вот, и говорить и о психологии успеха, и о психологии лидерства, и сейчас на это все, и вот как заработать миллион, куча книжек же, и в том числе некоторые а-ля психологи это прописывают. Так вот, выигрывает не тот, кто ориентирован только лишь на один успех, на одно лидерство и так далее, а в нынешних условиях и в нынешней ситуации выигрывает тот, кто умеет преодолеть препятствия, умеет пережить поражение, умеет исправить собственную ошибку. Это, к сожалению, вот одна из основных проблем современной педагогики. Мы учим детей всегда быть суперуспешными, но они оказываются не готовы к любой даже маленькой часто неудаче, которую переживают. Поэтому вот здесь нельзя только однобоко и однополярно представлять им современный мир. Они должны прекрасно понимать, что любой успех, любую удачу, любую победу всегда могут сопровождать какие-то шероховатости, какие-то мелкие их собственные ошибки, какие-то их неудачи, которые не должны их останавливать. Они должны с ними совладать, они должны с ними справиться, эти ошибки должны их закалить, и они все равно придут к победе. Типовая психология среднего среднестатистического жителя США. Упал, поднимайся, иди дальше. Упал, поднимайся, иди дальше. Бизнес разрушен, вставай, ты его сделаешь снова. Леонид Михайлович, ваша точка зрения? В этом отношении, ну вот вы задали вопрос, победитель, лидер. Ну, с точки зрения, пусть говорится, психологии, ведь победителем может быть один человек, лидером один человек не может быть. Для того, чтобы быть лидером, должны быть ведомые. Для того, чтобы быть лидером, надо, чтобы тебя кто-то поддерживал. Ну, вот я думаю, что не надо ходить далеко. Мы имеем в лице вот Юрия Петровича, Ильича Травкадыча, двух лидеров, которые создали команды, которые пользуются авторитетом, и за которыми идет народ. Вот они не случайно, значит, здесь в студии? Ну, я думаю, так. Видите, они послужили живым примером, как в этом случае. Я не спрашиваю вас с точки зрения, как у живого примера, или все-таки вы прокомментируете как-то? Вы спросили, ну, я всегда привык отвечать конкретно на поставленный вопрос. Насколько я помню, вы спросили, что вам больше импонирует, психология победителя, либо психология лидера. Вот, конечно, импонирует психология лидера по той простой причине, что лидер, чтобы победила команда, либо и та идея, с которой он выходит, он должен пройти все этапы своей жизни. Вот то, что Юрий Петрович на чем более подробно остановился, не бывает всегда открытых дверей, не бывает всегда гладкой дороги. У физиков есть квантовый барьер или энергетический барьер, такое понятие. Нужно научиться преодолевать эти барьеры, может быть, иногда отступая, иногда обходя какие-то вещи. Но самое главное, чтобы команда и идея, она воплотилась. Вот только в этом случае можно говорить о победе. Вот есть очень много людей, которые все время что-то прогнозируют, все время чего-то говорят. Они говорят правильные вещи, но не могут никогда привести ни свою команду, ни реализовать до конца свой потенциал. Поэтому, наверное, лучше говорить о психологии лидера, чем о психологии победителя, поскольку победив раз, лидер должен от одной победы ввести команду к другой победе и так далее. Поскольку, то есть, конечный результат одного проекта должен явиться стартом до другого проекта. Но только в этом случае мы можем развиваться и конкурировать. Большое спасибо вам, Александр Абхадович, за ответ, и вам за ответы, и всем за участие. Я думаю, что у тех, кто нас смотрит, преимущественно молодые ученые, студенты, хотя и не только, ну, будет почва для того, чтобы подумать, в том числе, о своем психологическом состоянии и о том, как преодолевать барьеры. Это была программа «Акцент». Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. Спасибо за внимание. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин